Стать ближе к космосу ракетам и звездам. 30 школьников из Чувашии посетили московское машиностроительное конструкторское бюро «Искра». Мечту мальчишек и девчонок исполнил его руководитель, наш земляк, уроженец цивильского округа Владимир Сорокин. Все финансовые вопросы он взял на себя. Это первый выезд школьников на промышленное предприятие, находящееся за пределами республики. И сразу на такое знаковое. Без искровой продукции ни одна ракета не полетит с космодрома Байконур. Из Москвы репортаж Вероники Павловой. Пожалуй, не каждая делегация, которая посещает конструкторское бюро «Искра», выпадает честь узнать историю становления предприятия из уст самого руководителя Владимира Сорокина. Школьникам из Чувашии повезло. И вообще, это первая делегация молодых и талантливых из региона. Обычно на предприятия заглядывают столичные школьники-студенты. В учебно-методическом музейном комплексе нет ни одного муляжа. Боевые изделия все когда-то были в строю. Собрать ценные экспонаты в одном месте – давняя мечта Владимира Сорокина. Показать-то есть что. Здесь просто отсутствуют заряды. С 1946 года предприятием разработано и поставлено на вооружение более 200 твердотопливных двигателей для зенитных, тактических, авиационных, морских ракетных систем и комплексов. Отдельная глава – это космос. Без продукции «Искры» ракеты вряд ли оторвутся от Земли. Впрочем, здесь же задумались и над тем, как бы обеспечить в полете безопасность самих космонавтов. Результат – система аварийного спасения. Такой нет ни у одной страны. Вход идет она тогда, когда космический корабль терпит крушение. За более чем 50 лет эта система спасла жизнь ни одного человека. Крайний раз ЧП случилось на ракете-носителе в 2018 году. А это фотография вместе со спасенными космонавтами. На ней наш Алексей Овчинин и американец Ник Хейк. Владимир Сорокин признается горд от того, что искровская продукция спасает самое дорогое – жизни людей. С этим же пониманием вкладывается и в родную республику. Спонсируют возведение мемориала строителям безмолвных рубежей в Козловском округе. Ведь в лютые 40-е годы окопы рыло и мама мецената. Особая любовь – детский спорт. В родном поселке Опытный возродил хоккейное движение, отремонтировал спортивные сооружения. Самое главное было, чтобы чем заняться, а не просто болтаться по улице. Мы в свое время, говорю, у нас не было возможности, у нас не было катка своего. Мы ходили на реку Цивиль с лопатами, расчищали, и там делали ледяную площадку и играли там в хоккей. В ходе встречи с чувашскими школьниками вспомнила и отчий дом, рассказала о любви к учебе, которая и привела к успехам. Ребята из родного села приехали к земляку не с пустыми руками. Вот подарок от нашей школы. У нас в честь вас даже есть раздел этот музей. Я подумал, что там передать вам для музейного комплекса, чтобы вы понимали, чем занимаемся мы сегодня, и какая перспектива у нашего предприятия. А перспективы огромные. В этих производственных цехах изготавливают, варят, обжигают искровские изделия. Спасибо большое нашей республике, что нам дали такую возможность, что показали, как работают большие предприятия в больших городах. Для пущего вдохновения ребятам организовали экскурсию по Москве. Они посетили знаковые места столицы и даже шагнули в будущее. Увидели башни Москва-Сити. Вероника Павлова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия из Москвы.